Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семья на чемоданах, с вами я, Славян. И мы сегодня в Кроново остались, как всегда. Мы сегодня делаем заключительный бомбический выпуск из Хуахина, мы потом будем отправляться дальше путешествовать. И приехали мы... Самую топовую достопримечательность, это популярная пещера, название здесь Славик сейчас напишет. Хрен вы говоришь. Которая считается лучшей достопримечательностью провинции вообще всей, не только Хуахина. Представляете, короче сюда нужно приехать обязательно. Сейчас пока будем двигаться, много кучи чего расскажем, какие-то лайфхаки и так далее. В общем, ребятки, заряжайте лайкосик, пишите комментарии и погнали в новый сочный крайний выпуск из Хуахина. Так, смотрите, друзья мои, кто сюда поедет на машине, запоминайте вот этот перекресток. В принципе, есть указатели, но его можно профукать. Вот два магазина, вот он указатель, Ханкунг Кейв. И здесь же магазинчики, здесь нужно обязательно купить водичку. Вот мы уже пошли в магазин. Ребятки, воды нужно взять максимально, много. Мы уже начитались, подъем сложный, больше километра преодолевать нужно будет перевал. Но сейчас будем в любом случае по порядку разбираться. Все готово, все купили, отправляемся дальше, нам прям буквально несколько метров. Так, мы начинаем въезд, значит здесь... Аллоу, ай, вот карта 20 бат. А где моя сумка, дайте мою сумку. 20 бат нужно заплатить за машину. Вот такой вот билетик нам дали, 20 бат въезд. И здесь уже вот большая парковка. Здесь вот нужно оставить где-то машину и начинать восхождение. Вау, какой экспедиционный, пойдемте-ка подснимаем его. Мы припарковались, и здесь стоит классная машина на арабских номерах, чистая экспедиционная, палантка на крыше, маркиза. Вот его все страны, где он был. Смотрите, он был в России, Монголии. Вообще клево, да, Саудовская Аравия, Куэйт. Вот на такой машине путешествуют люди. У него подвеска просто пушка, гляньте какая, да. В общем, путешествуют и здесь по странам на машине, пробираются сюда на своих машинах и регионах. То есть, я думаю, что мы в Таиланд тоже приедем на тачке как-нибудь обязательно. Клево, да? Мы уже много где прочитали, что восхождение сюда очень-очень сложное. Нужно брать с собой много воды. Мы взяли три баклажки по полтора литра, взяли снеки на перекус. Все это дело несу я, подъемы сложные. С детьми говорят, вообще будет ад. Но мы любители все проверять. Где мы только с нашими людьми не поднимались, делали различные восхождения, преодолевали перевалы. Поэтому, я думаю, ничего страшного. Вот пока Настенка с Мирошкой идет, но дальше дело будет однозначно за мной. Здесь, кстати, огромная парковка. Пожалуйста, мест всем хватает. Куча товарных, значит, палаток. Здесь же можно купить всякие смузики и так далее, и так далее. И очень важно сейчас найти вход, как нам туда пройти, где нам купить билеты. Можно делать восхождение пешком через какой-то вот этот вот перевал, да? А можно отправиться на лодки. Сейчас вот подойдем к пляжу, спросим, сколько стоит лодка, потому что изначально мы думали, что можно туда на лодке, обратно уже пешком спуститься по этому большому национальному парку. Но сейчас посмотрим. Море штормит просто, а в шторм на лодке ехать. Куча разных историй, когда лодки расхлестываются на этих волнах. Такие ненадежные, знаете. Да, ветерок конкретный, ребята. Вот, кстати, мы прямо сейчас вместе с вами наблюдаем, как одна лодка начинает отправление. У них такие винты. Вот это как раз те лодки из сторисов, когда волна накрывает, и лодка просто нахрен разлетается вся в клочья. Гляньте, какая здесь потрясающая природа. Скальный острова торчащие из моря. Очень красиво, очень потрясающе. Но я так думаю, что мы на лодке не поедем. Я думаю, мы не будем рисковать. Вот я тоже думаю, пойдем пешком прогуляемся. В общем, ребятки, на самом деле времени у нас тоже не так-то много. В эту пещеру очень важно попасть в тот момент, когда солнце светит в эту дырку, и там, получается, магические кадры. Вот прям вот... Блин, мы фотки просто видели. В общем, ладно, пойдемте. Пхарая Накхонкаев. Вот, наверное, так это читается. Вот национальный парк. Здесь уже есть вот такая инсталляция. Посмотрите, как это красиво выглядит, когда падает свет. Да, правильно. Она размером 45-этажное здание. Представляете, какая высота? Вот начинается уже подъем лестницы, но нам нужно сначала купить билетики, знаки, что не нужно с собой брать, не нужно бросать мусор и так далее. Ну, собственно, ладно, пойдемте купим сейчас билет и отправляться в 100% непростой трекинг. Так, 200 бат взрослых, 100 бат дети. Охренеть, конечно. Но отдаем. Нам дали вот такие вот билеты и начинаем восхождение. Да, путешествия, конечно, нынче не дешевые, но это точно хочется посмотреть и это обязательно нужно посмотреть. Это прям рекомендует. Здесь есть информационные билборды, что где находится, что где расположенность. Он как из фото, да? Здесь, кстати, зона, нельзя летать на дронах. Ну все, ребятки, пожелайте нам удачи, берем вас с собой. Здесь, конечно, люди вот хотят отправляться на лодках, но не будем мы рисковать. Лучше спокойно, аккуратненько, трекинговый маршрут. Ребята, надо лямки на кроксах одеть обязательно на пятку. Вы понимаете, мы безопасные обуви, наши любимые кроксики. Все, начинаем двигаться, ребятки. Надеюсь, все будет very good. Мирошка, ты, главное, не устань, ладно? Здесь, на этой тропе открываются безумные какие-то кадры, смотровые на бухты. Я надеюсь, у нас сейчас все это получится с вами посмотреть и увидеть. Фух, наконец-то у нас такой трекинговый маршрут. Это наше первое путешествие. Сейчас уже в новом году. Я уже что-то встал. Освободил Настенку от Мирошки. Теперь Мирошка путешествует на мне. 335 метров это перевал, а дальше будет еще жестче подъем к пещере. Мы идем до пляжа. Да уж. Ну, тропа плюс-минус оборудована, конечно, в скалах вырезаны, типа, такие а-ля ступеньки. Ну, на самом деле, вы знаете, я вам так скажу, как ни крути, у страха глаза велики. Есть виды красивые, просто надо приезжать пораньше, не торопясь. Смотрите, как классно. Не, ну, лодки Манал я такие вообще, не хочу рисковать с детьми. Он там, кстати, на горизонте. Смотрите, какой красивый пляж. Пустой, пустой. Ладно, let's go. Настен, бери попить. Оливье на Новый Год поели. Все, начинаем приходить в форум. Настенькие комплименты уже написали, в кавычках. Вот все подумали, что мы ждем бэбика. Нет, ребятки. Мы просто ждем вот таких вот трекинговских маршрутов. Таскание детей на руках. Блин, мы с детьми, а эти взрослые люди такие здоровые на лодках едут. Вот до чего ленивые, а. Я не могу. Да, парни, вы вообще крутые у нас. С детства по горам. Да, Мироша? Да. Вот это кайф. Сейчас будет такой вид открываться. Ребяточки, просто встречайте. Видите, какая красота. Вот это да. Вот даже мы еще много чего не видели здесь, но это требует, это обязательно требует посещения. О, мы сейчас еще быстрее на этой лодке придем. Она там по волнам пердит. Еле-еле. Блин, виды, конечно, да. Чума. Фух. Я вот иду и думаю, а сложность-то где-то будет или нет. Где та жесть, про которую все писали? Где это? Вот есть табличка 250 метров. Так, у нас первый привал. Здесь есть разъилка на смотровую. Пойду поднимусь и посмотрю, какие там виды. Ну, здесь буквально, что, 5 метров и мы поднялись уже на самом деле. Потрясающие ребята. Ну, и вот оно, да, здесь он с детьми, люди. О, эти, кстати, скалы мне напоминают Кемер, как прям в Турции. Да, очень живописно. Смотрите, как клёво. Фух. Кактусы. Вот они, виды. Да, сюда все поднимаются, чтобы насладиться вот этой бухтой. Ещё открывается также вид на эту сторону. Сейчас покажу. Вау. Вот сюда плывут лодки. Вот на этот пляж. Вот, видите он? Там же можно будет потом искупаться. И оттуда начинается восхождение. Гляньте, как круто. Какой впереди остров. Вот это да. После вот этой смотровой, когда у нас, видите, табличка висит вот 200 метров, вообще начинается очень такой обильный спуск. И всё, мы просто идём вниз, вниз, вниз. Видимо, как раз к этому пляжу. Вообще, по-хорошему, получается, можно спуститься до пляжа, ну, как я сейчас подозреваю. Вообще там искупаться, утром отдохнуть и начать уже тяжёлое вот это восхождение к самой пещере. Здесь вот эта вот беленькая, там с другой стороны висит предупреждающая табличка, что здесь скользко. Здесь, видите, вот эти скалы? Они натертые уж со временем. Конечно, во время дождя, конечно, либо в сырую погоду здесь идти будет очень сильно экстремально. Вон мы спускаемся. Фух! Вот он пляж, ребятки, уже. Смотрите, какая красота, как он красиво смотрится. Вот этот остров полностью нам сейчас, да, открывается. И вот иду и думаю, блин, вот люди пишут в интернете, вот это самый сложный перевал, там бла-бла-бла. Я говорю, Настёна, про то, что люди этот перевал берут лодку за 300 бат, по-моему, она стоит. Блин, да тут просто прогуляться даже в кайф. Ну, серьёзно. Нам осталось 50 метров, и мы попадаем вот на такую смотровую площадку. Видите, как красиво здесь такие сосенки. Мы двигаемся всё по-прежнему с Мирошкой. Да, Мироша? Да. Мои туда убежали. У нас тут уже начинают бегать обезьянки. Фух! У нас, конечно, своих обезьянок хватает, да, Мироша? Ты же обезьянка? Да. Ты обезьянка? Да. Да. Сидит на папке постоянно, да? Вот, смотрите, мы почти преодолели всё, прямая. А дальше? Дальше, ребята. Говорят, начинается жесть. Чё встали, идём дальше. Следующий отрезок пути у нас на самом деле очень приятный. Смотрите, какой нас окружает лес. Это сосны, пальмы. Да, гляньте, как красиво. Там у нас море, волны. Приятно, что дует ветерок, что это такая не сухая, да, засуха. И мы вот куда-то двигаемся. В этом национальном парке, ребята, огромное количество достопримечательностей. Многие советуют сюда вообще переезжать с ночёвкой. Здесь есть какой-то кемпинг очень классный. Прям очень классный. Можно там и заночевать. Вот. А можно, я не знаю, всю палатку взять прям здесь. Рассветить, в пещеру сгонять. Здесь красиво, сами посмотрите. Здесь настолько красивый пляж, ребятки. Я даже не могу вам описать эту красоту, как это смотрится. Там есть качельки. Это, соответственно, такая фотолокация. Здесь же внизу, кстати, есть ресторан. После такого долгого похода можно покушать. Вы голодными точно не останетесь. Также здесь есть туалеты, что на самом деле очень кстати. И, собственно, вот достопримечательности, указатели. Пожалуйста, что куда идти. Я так понимаю, что вот самое большое, 825 метров, это и есть пещера. Вот она схема. Ну да. Вот. Вот отсюда мы сейчас начинаем. По пути будут встречаться вот эти достопримечательности, смотровые. И сама пещера. И потом еще 200 метров вот с этой точки, представлять, надо будет спуститься. Вроде картинки так это немного. А по факту, представляете, 200 метров до самого вот этого храма. Валдеть. Ребятки, мы делаем прямо сейчас первые шаги по этой тропе. Все, начинаем двигаться. Тенек. Это, кстати, огромный плюс нашего сейчас вот этого трекинга. Я Мирошку отдал Настенке, говорю, давай, Настенка, немножко топони как следует, потому что мне нужно немножко отдохнуть. 825 метров, точнее 625 метров исключительно в горку. Вот парень здесь с нами поднимается. Говорит, по ощущениям, километров 5 идти. Но это всегда так, потому что ты идешь в гору. Самое главное взять размеренный, темп, не спешить. Хух, ну ладно, я думаю, сейчас все получится. Поломаем миф, что с детьми проблематично, надеюсь. Тренировка. Сегодня у нас выкидываем Оливье. Я уже чувствую, что у меня там 7 потов сошло. Ага. А мы еще даже не начинали, ну, самый основной маршрут. Вот люди идут с детьми тоже на руках. Все, мы уже начинаем тот самый подъем. Нужно быть предельно внимательным, потому что здесь можно упасть. Все, Мирошка, давай запрыгивай. Давай, Настенка. Да, я принесу, пока роману ты понесешь. Все, ребятки, летс гоу. Я хочу сказать, что люди краснючие, замученные. Они явно не рады. Мне кажется, им никто просто не сказал, что существуют новогодние праздники, что можно пиво пить, сидеть дома, а они прутся сюда. Не знаю, вы в комментариях ему напишите, что вы что творите. Ну, и нам тоже напишите. Можно было бы есть оливье, селедку под шубой. Девять дней, блин, выходных. А мы просто премся на высоту 825 метров в пужаре, плюс 30 или даже 35 с детьми. С маленькой вот этой обезьянкой, Мирошкой, на руках. Мы просто не знаем о существовании таких родных. Все, два дня в отдыхе, хорош. У нас снова привал. Немножко, чтобы ноги отдохнули, руки отдохнули. Мирошка. Надеюсь, мы выживем сейчас в этом походе. Здесь табличка висит. 230 метров, запоминайте, где эта табличка. Чуть ниже есть привал. Мы до него чуть не дошли. Ну, это первый раз. Мы не знаем. А вот вы, кто пойдете, знаете. Это прям гайд по этой тропе, на самом деле, от нас. О, что ты? Чего? Давай так. Обязательно зато к музыке. Спасибо, мы можем загайдить к пещере. Можете отправить, спасибо, в виде донат. Да. Как Артем, чтобы не было бесплатно. Ссылка в описании. Пошли. Давай, 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 я иду с тобой. Давай. Все? Да. Как ощущения, интересный народ. Все, устал. Может, это с меня течет. Мы почти дошли. И мы здесь вообще, смотрите, одни. Только вот с ребятами, как оказалось, они вообще из Японии живут. И нас пригласили в Японию, говорят, приезжайте, вас встретим. Здесь начинается вот такой вот спуск. Парни, стойте, ждите, пожалуйста. Здесь, конечно, также таблички можно упасть. Туда просто... Здесь нереальная красота. Громко говорить, здесь, конечно, взята, как эта пещера. Мы сейчас будем погружаться в невероятную красоту. С меня вообще просто течет. Я не помню, я не помню, что с меня столько текло пота. Вот серьезно, я вообще такого не помню. Все, здесь на самом деле очень скользко. Дай мне мирошку. Но вот, как вы можете заметить, наши дети здесь не единственные. Просто такой маленький, как у нас. Мы здесь действительно одни. Здесь просто хочется снимать, снимать и снимать. Смотрите, какая здесь красота. Да, вообще, вот это да. Да, кто устал, того не в суд. Здесь нужно в каждую деталь просто всматриваться. Обалдеть. Вот так вот, смотрите, спускаемся. Пап, здесь летучих машей нету. Не знаю. Вот посмотрите, какие там обвалы. Обалдеть. Вот эти вот каменные сосули свисают. Сталатиты, сталатиты? Сталатиты, сталакмиты или как там их правильно? Невероятно. Вау. Мы почти дошли, то есть мы сейчас углубляемся. Все ниже и ниже. А вон там сквозные отверстия. Здесь, кстати, вот тут, смотрите, вот все чудеса. Пещеры вот эти вот, как знаете, что-то стекает. Класс. И вот наша цель, куда нам нужно. Вот это оно есть, там целая экосистема, деревья даже растут. Обалдеть. Три ватерфолл, это пещерный водопад, но ведет все застывает. Обалдеть. А у нас тоже где-то из пещеры целая стынет? Все, ребятки, сейчас точно финишная прямая, причем мы спускаемся, такой вот прохладный воздух оттуда уже доносится. Тут сухой водопад. Потрясающе. У нас будут фотографии, нас вот ребята фотографируют. Все эти фоточки будут в телеграм-канале, так что обязательно переходите и подписывайтесь. И мы попадаем, посмотрите, просто в пещере лес. Мы такого не видели никогда. То есть мы знаем, что такое пещеры. Мы были в пещерах, а это, видите, считается самой вообще лучшей локацией. Типа там, какое-то там чудо света, типа, знаете. Насколько здесь высота просто не передается словами. Она гигантская, она просто огромная. Вот действительно, кто-то же писал высоту 45 этажей. Здесь действительно так. Но мы дошли уже, вот, все. Нам осталось найти только храм. Вот чуть-чуть свет сюда еще падает. Но уже, конечно, не то пальто, как должно быть. Вот такой столб здесь накапанный. Гляньте, да, какая потрясающая красота. Вот посмотрите, какие мы здесь все маленькие. И здесь также звуки летучих мышей. Обалдеть. Фух, у меня небольшой отдых. Мирошка, видите? Пошел ножками. Такая здесь красивая. Ребятки, насколько мы не фанаты пещер, эта пещера заслуживает обязательного посещения. Кто в Таиланде находится, сюда приезжайте. Ну, представляете, это лучшая достопримечательность Таиланда. Это говорит о многом. Нам сейчас нужно дальше углубляться. Там свет, пойдемте скорее, ребята. У нас это получилось. Мы попали на свет. Скорее, скорее. Там просто открывается невероятная красота. Расчехляем фотоаппараты. Все фотки в инстаграме. Тема, нельзя кричать. Родик. У нас начинается вот такой вот деревянный мост, ребята. И мы успели на свет. Успели. Время сейчас. Мы в 12.05 начали подниматься. Сейчас в 12.31. Ребяточки. Вот это просто пушка. Это такая пушка. Посмотрите, где мы. Посмотрите, какие маленькие здесь люди. И какая здесь потрясающая красота. Это не передать словами. Не-не-не. Сюда нужно обязательно примчать. Пройти этот непростой путь. И кайфануть. Ай-яй-яй. Вот Настенка с Мироном. Как тебе? Обалдеть, да? Вот пол одиннадцатого он на храм. Вот смотрите, лайфхак. Если сюда приехать в пол одиннадцатого, то солнце будет светить прямо на храм. Но опять-таки, да, у нас получилось приехать, именно когда сюда падает свет. И, конечно, здесь можно, вот пока светит солнце, сюда можно сделать классные фотки. Парни, это стоило того? Стоило. Точно? Красиво, вот свет, я прям как бы, я вижу свет солнца. Обалдеть, да? Я вижу солнце. Вот так вот, ребятки. Кто вам скажет, что с детьми невозможно? Все возможно. Причем с такими маленькими. Просто смотрите, что здесь. Вот это да. Невероятно. У нас это получилось. Да. Да, кто что писал. Мы начитались с действительно каких-то непонятных текстов, что ничего не получится, нет и невозможно. Ребяточки, все возможно. Как я люблю наш канал за то, что мы показываем, что все возможно с детьми. И даже добираться в такие чудеса света. Все возможно, друзья мои. Все возможно. Помимо того, что можно полюбоваться на эту беседку, медитацию, на эти солнечные лучи, на эту пещеру, здесь еще можно, видите, пройти вот в такие вот залы, где образовались, да, спустя года, века вот такие вот столбы. Потрясающие вообще, ребята. Это, конечно, место просто топ. По-другому и не скажешь. А какая здесь почва? Посмотрите, какая пупылистая. Так, ну и здесь какой-то уголок буддистский стоит. Да, невероятно, ребята. А еще мне очень нравятся вот эти вот стены. Их словно покрасили зеленой краской самостоятельно. Но это не так. Это просто какая-то такая вот порода камней. С этой стороны вот эта беседка, она по-другому смотрится. Ну, потому что свет. Вот, говорю, сюда нужно вот в пол-одиннадцатого прийти. Ребятки, приезжайте сюда обязательно пораньше. У нас это сделать физически вообще не получается. Из-за того, что детки маленькие, пока выспались, пока собрались и так далее, и так далее. То есть мы гораздо медленнее шагаем. Но самое главное, это, конечно, что сюда обязательно нужно приехать. Да. Ты уверен? Да. Зачем ты обманываешь? Потому что тут очень красиво. Ты что-то видел подобное? Видел. Что? Тут все такое оригинальное. Это пещера самая красивая, которую я видел. Да? Прикиньте. Стоим, и резко начался там обвал, камнепад. Люди так все замеры, начали смотреть. Мы такие, главное, чтобы этот проход не завалило. Да, пещеры делают такое, конечно. Отправил своих сейчас в тенек туда, чтобы они перекусили. А я хочу еще осмотреть эту пещеру получше. Здесь, вот видите, можно забраться вот на такую вот сопку. Или посмотреть, что там дальше внизу. Что тут? Ну вот, посмотрите, какие люди маленькие. И там целое представление камней. Люди, получается, складывают камни, чтобы был баланс. Тоже здорово смотрится. Целая экосистема в пещере. Просто обалдеть. Невозможно передать словами, как здесь красиво. И в то же время, знаете, вроде пещера, но здесь безумно, уютно. И отчего вот этот вот зеленый цвет этих скал. И он прям насыщенный, знаете. Это вроде не мох, а вот просто реально, вот как будто какая-то, как будто какая-то краска. Но это нарост какая-то. Типа моха. Прикольно вообще. Вот можно подняться туда еще выше, еще погулять по пещере. Булыжник какой. Откуда он отсоединился, да? Получается, вот это вот можно полностью пройти по кругу и вернуться уже туда. Такое огромное дерево, да? Третька высокая. Посмотрите, как красиво смотрится, когда паутины вот эти вот обволокли камни. Подходить близко не буду. Не дай бог какой-нибудь тарантул выпрыгнет. Будет не очень приятно. Вообще. Вот самое время написать в комментариях, были ли вы в Таиланде и посещали ли это место. Если вы здесь были и не посещали, то это, конечно... А если посещали, пишите свои эмоции. Как вам это место? Я очень надеюсь, что через камеру у меня получится передать всю эту масштабную красоту. Это природное безумие. Вот посмотрите. Вот это тоже как будто водопад. Есть водопад. Как это? Папоротник, по-моему, да, называется? Это вот кусты. Потрясающе вообще. Вот это да. Ладно, пойдемте туда повыше. Вы представляете, сейчас здесь остались вообще одни. Вот только мы и вот ребята, с кем познакомились из Японии. И все. И никого. Ну что, вы перекусили? Все нормально? Мы начинаем обратный путь. И он такой же сложный, как и путь сюда. Но самое главное, мы должны понимать, что все возможно даже с такими маленькими, ребята. Все, двигаемся. Без остановки. Обратно идти легче и быстрее, на самом деле, потому что с горки, потому что дорогу знаем. И мы уже дошли вот до этой зоны отдыха. Видите, до первой. И уже даже слышал шум моря, шум волны. Так что обратно как бы вообще красота. Немножко отдохнем. И это повод, на самом деле, с этой смотровой насладиться этой красотой. Посмотрите, какие там пальмы. Простреливаются вот так вот волны. Здесь очень красивый вид. Не так высоко, но вид просто чума. Как я люблю говорить, отвал башки. Классно. Мы спустились. Мне кажется, я килограмм на 20 похудел. Все, сейчас, наверное, искупнемся и продолжим уже проходить перевал. Вот оно уже, море. Все, ну правда, штормит. Не знаю, будем ли покупаться. Не знаю. Мы все, отправляемся на перевал. Немного задержались, потому что сидели на пляже с ребятами, болтали. Сейчас все дружно. Уже идем, наверное, все вместе и поедем. А я вот хочу вам показать еще раз вот эти вот красивые пальмы. Такая здесь пальмовая роща. Потрясающая. Здесь, ребятки, просто какой-то фотоконтент должен быть. Красота. Все, мы дошли. Вот уже на парковке подходим к машине. Это было невероятно. Как вам? Пишите в комментариях. Отправляемся. Домой. Надо после обеда еще на пляж сходить. Обязательно покупаться. Довезли, ребят. Все, нас прям ждут это. Нас ждут прям в Токио. Да, короче, это да. Вот я в этом году задумался о поездке вообще в Токио, узнал про визу, и вот тут хлопц, и такое знакомство, и нам говорят, вплоть до гарантийного письма нам могут подогнать, что жить у них и так далее. Но это вообще вот для чего вообще путешествовать, потому что такие знакомства приобретаются, такие классные люди притягиваются. Да, мы их довезли, они нам на рынке купили фруктов. Ой, классно. В общем, такой день здоровский получился. Едем, есть фрукты. Вот такая вкуснота у нас получилась. До сих пор не могу осознать то, что мы круглый год едим арбузы. Это что-то вообще невероятное. Вкусные? Они здесь очень вкусные. На ламке они как будто пустые. Может быть, мы такие покупали, не знаю. Ну, они там красные, но пустые. Вот теперь, ребятки, можно зафиналить этот выпуск. Объелись фруктов. Все, надо отдохнуть. Мы думали на пляж сходим, в итоге понимаем, что нет, 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 и еще раз нет, мы очень прям устали. Но опять-таки, да, вот в интернете пишут одно, мы сами все проверили, как обычно мы это делаем, теперь вы сами можете сделать вывод, стоит вам туда идти, не стоит. Ну, а я скажу одно, что обязательно стоит, и обязательно, если есть дети, обязательно идите с детьми, потому что дети тоже кайфанут. Подписывайтесь на нашу сеть, в телеграм-канале у нас будут фотографии с этой локации, обязательно переходите, гляньте, у нас там онлайн-путешествие, сразу, так сказать, в прямом эфире. Переходите туда и подписывайтесь. Все, будем прощаться, в следующем выпуске мы уже с вами уезжаем из Хуахина и отправляемся, как говорится, во все тяжкие. До нового выпуска, до нового сезона, пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok